Ну что, ребята, вы видели трейлеры Аладдина, вы видели, как выглядит Джин Уилла Смита в новом Аладдине, и вы думали, что мы сейчас будем, собственно говоря, этого Аладдина громить, уничтожать, разрывать на куски, на шматочки, на мелкие, делить, расщеплять как Танос щелчком на радиоактивную пыль, но мы пока не скажем вам, будем мы это делать или нет, потому что сперва у нас одно очень важное сообщение. Потому что, вне зависимости от того, понравится вам новый Аладдин или не понравится, вы его разнесете, вы всегда можете поностальгировать по-старому, его у вас никто не отнимет, и вы можете, например, заказать футболку с изображением Аладдина, Жасмина, Жасмин или Джина. Потому что вы знаете, где взять все топовые вещи с уникальными принтами на сайте всемайки.ру. 3D-футболки, свитшоты, толстовки, фартуки, шапки и многое другое с яркими принтами, а также с вашим собственным дизайном. 4D-футболки, нанесите свое собственное изображение, либо редактируйте уже готовый макет под свой вкус. Все просто, находите макет, в котором есть кнопка «Редактировать», щелкаете на нее и дальше переставляете картинку по собственному желанию, меняете цвет фона по собственному желанию и вообще все подгоняете под свои вкусы. А еще у них появилась волшебная кнопка, которая улучшит ваше изображение низкого качества, чтобы на футболке оно выглядело идеально. В общем, здесь найдется принт для каждого, а убедиться в этом можно по ссылке в описании. Не забывайте заказывать с нашим промокодом и получать скидку в 10%. Ну а сегодня на фильм ходили и вам про него расскажут. Владимир, который смотрел «Аладина в детстве» и с тех пор его не пересматривал. И я, Петр, который на всякий случай освежил мультфильм примерно за 7 часов до предпоказа. Нужно ли что-то еще сказать? Ах, да, нет. Поехали! Арабская ночь, волшебный восторг Ух, начнем с сюжета, от которого я остался не в восторге. Но все-таки этой детской сказкой нет никаких интересных поворотов. Как вы все, наверное, знаете, действие происходит в Агробе, где живет невероятно проворный воришка Аладдин с доброй душой. Нам делают акцент на том, что ворует он, потому что вынужден, а не потому что хочет. Он влюбляется в принцессу Жасмин, но они не могут быть вместе, потому что он бедняк, а она принцесса. Но злой колдун Джафар предоставляет ему шанс разбогатеть. Для этого всего лишь нужно спуститься в пещеру и достать для него лампу. В общем и целом, я уверен, что какого бы возраста вы не были, вы знаете эту известную историю. А создатели лишь подперчили сюжет текущими повестками. Например, Жасмин, женщина, которую никто не слушает, а она на самом деле мудрая и хочет быть султаном. Но я бы сказал, что здесь это выглядит довольно органично, и мне не хотелось бы кричать, фуууу, феминизм, как некоторым. Не вижу в этом ничего такого, тем более сейчас довольно модно снимать про сильных и независимых женщин. Хотя на самом деле мы вот тут говорим, что сюжет невозможно заспойлерить, вы его уже знаете, но на самом деле его перестроили, он не абсолютно точно такой же, как в оригинале. И да, из-за этого, как обычно, что-то работает хуже, чем в оригинале, но, сюрприз-сюрприз, есть и вещи, которые работают лучше, чем в оригинале. Например, и это прозвучит дико, вы в это не поверите, Жасмин круто прокачали как персонажа, мы про это поговорим в главных героях, но обратная сторона всех этих изменений, это сюжетные дыры, которые появились неожиданно в Алладине, хотя в самом мультике их было меньше или почти не было, они незаметны во всяком случае были. Простой пример, как вы помните, завязка строится на том, что Джафару нужно найти неограненный алмаз, человека чистого сердца, который сможет зайти в пещеру единственного неповторимого, и он в мультфильме это делает следующим способом. С помощью магии он находит какое-то видение, в котором ему высвечивается Алладин, он видит, что ему нужен Алладин. После этого достать Алладина дело техники, и он его заполучает, и все начинает работать. В фильме, в этом, он просто видит Алладина, попугай говорит, неограненный алмаз! И он такой, да, это он, как это работает, я не понял. И с одной стороны в этот момент сюжет как бы подвисает, а с другой вы смотрели мультик, и поэтому вы помните, почему все так, и у вас, скорее всего, это не вызовет каких-то вопросов. По большей части в фильме добавили некоторые связи новые между сценами, чуть-чуть перестроили связи между старыми сценами, добавили новых, не так много, но из-за этого он ощущается более взрослым, что ли, чем мультфильм, потому что мультфильм работал по детским принципам. То есть они встретились, встретились еще раз, влюбились. Здесь они встретились, встретились еще раз, встретились еще раз, встретились еще раз, и вот потом уже, собственно говоря, влюбились. Кстати, как ни странно, все новые сцены, именно придуманные с нуля специально для фильма, они классные, они смешные, неожиданно, может быть, потому что мы их не видели, они добавляют какое-то чувство свежести, и ты такой, о, я этого не видел, и тебе смешно, потому что шутки действительно хорошие. Так что поменяли достаточно много вещей, чтобы мы твердо могли сказать, Аладдин это не покадровый ремейк, это не переснятый кадр в кадр мультфильм, но при этом, когда дело доходит до ключевых вещей и сцен, он все-таки повторяет куски оригинала. А еще это невероятно добрый фильм, который хочется показывать детям, младшим братьям, сестрам, а не вот это вот ваше кровавое месило. А теперь к минусам, это все-таки сказка, и не будет никаких интересных и неожиданных поворотов, тем более, что фильм строит из себя мюзикл, и достаточно времени отводится на песни и танцы. Скажу прямо, сюжет довольно средний, и я был прикован к экрану не из-за него, а по ряду других причин, которые я звучу дальше. Да, кстати, у вас уже возник вопрос, скорее всего, надо было про это раньше сказать, но скажем сейчас, Гай Ричи снял этот фильм, ощущается ли этот продукт, как фильм Гай Ричи? Нет, Гай Ричи растворился, Гай Ричи не существует в этом фильме, это абсолютно типичный диснеевский фильм, в котором, даже несмотря на то, что Аладдин это персонаж калибра Гая Ричи, как-то это все равно не ощущается, никаких режиссерских фишек вы тут не заметите. И вот, к сожалению, именно в этом пункте начнутся главные проблемы нового Аладдина. Они, на самом деле, довольно простые и умещаются в одно короткое предложение. Актеры плохо играют. Для меня главными героями фильма являются Аладдин и Жасмин, и они довольно кайфовы. Я не знаю, где создатели откопали египтянина Мэна Масуда, но он классно попал в роль. Правда, сказывается, что у него немного опыта, он до этого играл далеко не главные роли в сериалах Джек Райан и Никите 2010 года. В фильме Аладдин очень обаятельный и простой парень, которому сопереживаешь, а это и требовалось от героя. И мне понравилось, как прописано его становление. Удивительно, что я это говорю, но Дисней для адаптации одного из классических своих мультфильмов взял на главные роли людей, которые действительно не очень хорошо выполняют свою работу. И если Аладдин хотя бы харизматичный, то есть он какие-то вещи не тянет, где-то не хватает эмоций, но когда он улыбается своей хитроватой улыбкой, он хотя бы тебя очаровывает. У него есть обаяние. Вот Жасмин, Жасмин просто Кристен Стюартит весь фильм. Жасмин сыграла Ноами Скотт, и она чуть известнее исполнителя Аладдина. Вот, например, недавно сыграла в Могучих Рейнджерах. Такой себе пример, да? Но она хотя бы снимается в фильмах, а не в сериалах, и мы знаем этот фильм. Жасмин как персонаж довольно умна, притягательна и вообще сильная женщина. Особенно забавно, когда у нее эмоциональная песня, и вот здесь все шевелится, здесь прямо напряг, она прямо поет, здесь эмоции, здесь ничего не меняется. Глаза как были, так и остаются. Никаких эмоций. Это очень странно. При том, что, парадоксально, мы сказали, что ей чуть-чуть поменяли сюжетную ветку, из-за чего в ней появилась арка, из-за чего она стала объемнее как персонаж. То есть она стала лучше, чем в оригинальном Аладдине. Может быть, неприятнее, но как персонаж проработаннее, интереснее, лучшее. И плохая игра все запорола. Она все это запорола. Ну и из-за этого, само собой, как-то не срастается химия между актерами, и в их чувства не всегда веришь. Мы тут даже с Владимиром сейчас обсуждали, а кого из известных нам актеров с восточной внешностью, молодых, красивых девушек, можно было бы взять на роль Жасмин, еще и так, чтобы они играли лучше. И мы сошлись на том, что у нас есть такая кандидатура. Это вы не поверите. Адей Яраш из Леди Бёрд, и все было бы классно. Я даже думал, что вот как Дисней проморгал ее, но она израильтянка, а фильм вроде как про арабов. Второстепенные персонажи тоже классные. Джин в исполнении Уилл Стрита просто обалденный. Сцена его первого появления однозначно лучшая в фильме. И он MVP этого фильма. Смешной, позитивный и бесконечный источник позитива. Вообще, ну и у Смита в последнее время вылилось достаточно много критики, но, на мой взгляд, он отлично справился со своей ролью. Я спешу вас успокоить. Джин в порядке. Все хорошо с Джином. CGI нормальный. Он почти не режет глаза. То есть, если вы будете вглядываться, а ну, вы будете это делать, потому что трейлеры вас к этому подготовили, вы, конечно, увидите моменты, где он немножечко такой прям компьютерный. Но, в целом, смотрится нормально. А главное, что самое классное, Уилл Смит сжет напалмом. Мне кажется, это вообще роль мечты для комедийного актера. И Уилл Смит отдает всего себя тогда, когда ему дают такую возможность. А ее, к сожалению, ему дают гораздо реже, чем хотелось бы. Из-за того, что я смотрел старенький оригинал, собственно говоря, день в день с новым фильмом, я помню, что мультяшный Джинни сжег буквально каждую минуту своего появления на экране. Он бесконечно шутил. Кламбуры, какие-то пародии, какие-то перевоплощения. Буквально постоянно все это было. Нет, реально, он настолько крутой и драйвовый, что это вообще, мне кажется, один из лучших мультяшных персонажей в истории. И при этом он не переставал жечь даже в моменты крайнего напряжения, когда все было прямо страшно для героев. А вот Уилл Смит в этом фильме сперва очень хорошо заходит, масштабно, эпично, весело, мочит лучшие коры, и потом вдруг постепенно начинает все меньше, меньше, меньше появляться в фильме. И в концовке, и точнее где-то акте в третьем, его вообще практически нет, или он практически не шутит. И это как-то сбавляет. Он выглядит не так ярко, как мультяшный. Но даже при всем при этом, он тут все равно лучший. А вот знаете, кто худший? Знаете, кто худший? Джавар. Джавар. Он плох по сравнению с оригиналом. Он плох без сравнения с оригиналом. Он ужасно играет. Он скучный. Он жалкий. Он вообще не вызывает никакого чувства страха. Почему играть его взяли того, кого взяли, я вообще не могу понять. При этом адаптирован-то он неплохо, но провал актера и кастинга просто уничтожают и его, и бал в этой категории. Обезьянка Абу и Волшебный Король тоже достаточно притягательный, мне пришлось по душе. Да даже служанка Джасмин оказалась достаточно интересным персонажем, и у нее смешная линия в фильме. А вот кто не понравился, так это Джафар. По-моему, это очевидный мискаст. Марван Кинзари выглядит слишком молодо, не таким могущественным, да и вообще не устрашающе. Ну и напоследок, зверушки. Зверушки из-за того, что это лайф-экшн, очень резко сбавили важности. В мультфильме у них были свои характеры, довольно четко прослеживающиеся, были свои эмоции, они были живыми персонажами, а здесь они просто, ну вот, реально зверушки. То есть просто зверушки, они как бы довесок к своим героям, то есть Раджа довесок к Джасмин, Абу довесок к Аладдину, и Яга довесок к Джафару. Это я сейчас проверял, насколько я хорошо помню, кто с кем. Но они не воспринимаются как что-то полноценное. По отдельности они не такие веселые, и они довольно бесхарактерные и безэмоциональные. Внезапно, внезапно все совсем не так плохо. Я, конечно, намеренно вглядывался и местами палил Си Джаи и у Джина, и у Тигра. Правда, у обезьянки с попугаем нет, но это все равно совсем не так плохо, как на уровне трейлера. Это наводит на мысль, что студии, возможно, все-таки пора подумать головой, задуматься о том, какую картинку, в каком качестве они дают в промо, потому что вы рекламируете этим фильм, вы даете отвратительную картинку в трейлерах, и потом даете неплохую картинку в фильме, и вы ждете, что люди не будут в нее вглядываться, потому что, типа, они простят вам трейлер. Нет! Мы подготовили их к тому, что будет плохо, и они будут стремиться увидеть, что там было плохо. После трейлера, как и у всех, у меня были большие опасения по поводу визуала, но они не оправдались. Я безумно кайфанул от картинки, выглядело дорого и богато. Возможно, в зале была какая-то дурманящая атмосфера, но мне понравился и джин, и CGI, и костюмы просто шикарные. А танцы? Прямо Ло Лэнд вспомнился. Короче говоря, мои глаза просто офигели от происходящего, и я вообще чуть ли не закончил все в зале. В целом, по визуалу, ярко, цветасто, многие говорят, что безвкусно, но я не дизайнер, актеры красивые, танцы масштабные, эффектные. И да, все это очень глянцевое, но, в конце концов, не балабановскую же картинку вы хотели от этого фильма. Хотя я и представляю себе это. Грязные переулки Аграбе, измазанные в говне дети, мухи повсюду, стража такая мерзкая, неприятная, ходит, протыкает людей на улице. Эх, такое кино могло бы быть. Ну и, само собой, в чем лайф-экшн сильно выигрывает у мультфильма, так это в экшоне, когда начинается размес, смотреть одно удовольствие. Много хорошего юмора, причем довольно часто нового. Шутки из оригинала старались не брать, хотя местами все-таки скопировали, но, по большей части, это действительно свежепридуманные штуки. Ну и атмосфера сказки, сказочная доброта. Да, тут все это есть, все, что нужно. Что сказать по атмосфере? Она волшебная. Диснея умеет создавать атмосферу сказки, и в этот раз они тоже не подвели. В этот мир хочется окунуться снова и побольше запитаться позитивом, который происходит на экране. Но вообще, я хотел сказать, что не очень-то и люблю мюзиклы, кроме Лолленда, который является одним из моих самых любимых фильмов. Тут песни не очень длинные, но дико кайфовые. Но, опять же, единственное, что смущает, это актерская игра некоторых персонажей, и как она связана с атмосферой, я сейчас объясню. Например, вы смотрите сцену, и вдруг актеры играют плохо, и вы выпадаете из нее. Вы начинаете как-то шарить глазами по заднику, еще что-то, вам становится неловко, и атмосфера из-за этого теряется. Простой пример, в конце фильма, ближе к концу фильма, есть кульминационная сцена, в которой Жасмин, которая плоха, говорит с Джафаром, который ужасен. И на этой сцене, хотя она эмоциональная, интересная, ты такой сидишь и такой... И вот это очень сильно разваливает атмосферу, хотя при этом отметим, что Аграба, и особенно дворец Аграбы, очень классные. Они буквально ощущаются как реальные, а не так, как будто они забабаханы на зеленке. Композитор Алан Менкин писал музыку еще к оригинальному мультфильму. Тут он ее просто шлифанул. И знаете что? У него восемь. Восемь массиво Оскаров! Это говорит само за себя. Саундтрек очень классный. Даже если не брать в расчет старые песни, которые однозначно топ, то новая музыка, которая композиторская, она тоже очень хороша. Она и эпичность нагоняет, и саспенса местами добавляет. И атмосферу, атмосферу создает очень хорошую, колоритную. Ну и зажигает. Зажигает тоже местами классно. И новые песни, которые тут появляются. Спасибо вам, что они очень короткие. По 30 секунд герои могут попеть и перестать. Спасибо. У меня сердце аж отлегало в эти моменты. В общем, саундтрек хороший. Правда, не то, чтобы я его слушал бы где-то вне кинозала. Мне понравились песни даже в русском дубляже. Хотя, вполне возможно, в оригинале они звучат еще лучше. Единственное, на песне «Жасмин» я почти не слышал ни единого ее слова, потому что музыка ее заглушала. Я ставлю 85 баллов. Я ставлю Аладину 63 балла, и он не сможет это исправить, потому что желания-то кончились. В нашем рейтинге Аладин взобрался на 4 место со средним баллом 74. Петя, конечно, подопустил его в нашей таблице. Что сказать по итогу? Это было ярко, это было бодро, это было весело. Детям однозначно понравится. А вот для взрослых, если бы актеры вывозили, если бы актеры играли хотя бы сносно, хотя бы сносно, вот не ниже этой планки, я бы увеличил балл где-то минимум на десяточку. По 5 за главных героев, по 5 за второстепенных, и смело бы советовал вам, что вы можете пойти, и вы не обломаетесь. А так, на ваш страх и риск. В зависимости от того, какие уступки вы готовы дать этому фильму. Если вы готовы ему простить актерскую игру, вам понравится. Мне фильм очень понравился, я прямо наслаждался во время сеанса. Рекомендую сходить тем, кто хочет увидеть красочную картинку, волшебную атмосферу, и обязательно сводите детей. Я с удовольствием схожу на этот фильм еще раз. Можете говорить, что мне занесли, что я обкурился, но во время фильма я только и думал, как же круто. Ну что ж, такой получился обзор. Нам очень интересно, как в итоге оценят фильм, потому что мы с Владимиром в этот раз очень сильно разделились, и я до конца так и не понимаю, фильм в итоге хороший, и он не зашел мне, или фильм в итоге плохой, но Вован был в хорошем настроении. Нам всем интересно, пишите, что думаете вы, ну и подписывайтесь за новыми обзорами и другими классными видео. А пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok